Ну как социалист может быть новым? Может быть, значит, может быть. Флатошкин сказал, за новый. Ну вот, смотрите, вот, например, мы продолжаем, короче, нашу дискуссию, не знаю, следит за каналом, не следит. Тем более, я тут сначала говорю, не подписываюсь, не подписываетесь никто, а потом говорю это. Это я вообще говорю для детей. Узнал недавно, что на моем канале очень много детей. Они со мной здороваются, зовут меня, Роман Зайцев, Роман Зайцев познает. А я же говорю, вы что, они говорят, мы ваши подписчики, а им лет по 10, по 12. Ёлы-палы, ну я же пишу, что не для детей, там, с 18 лет, как бы, я ставлю уже ограничения. Вот, и поэтому, короче, поэтому я стал записывать всяких там разных побольше собачек, кошечек, чтобы дети там мои ролики, вот эти вот, политические направленности, общественные, ну не видали. Потому что некоторые вещи им пока не понять, они могут сделать какие-то выводы свои. А потом будут говорить, а потом будут говорить, Зайцев научил плохому. Поэтому я говорю, на канал Зайцев не подписывайтесь, он плохому научит, а родители вас будут ругать. Понятно? Вот. Как этот, был-то анекдот в этот, фильм-то был, да? Когда говорили, Петров тебя плохому научит. И он такой, Петров, научи меня плохому, ну научи, пошел вон отсюда. Короче, довел он его, синяк поставил. Короче говоря, не подписывайтесь. Здесь дети, а все остальные, ну смотрите, сами как. Это кино называть «Петручение Петрова и Васички». Да оно, это не там было. Разве? Да не может. Это не Петрова. Это Яролаш. Разве? По-моему, Яролаш, да, да. Там синяк ему поставили потом, по-моему. Мне вот нравится вот эта светофорная наша движуха. Мне понравилось, когда, где же я то ли читал, то ли я слушал. Где-то было написано, что люди, короче, ну жалуются, типа, что приезжают в Хабаровск. У нас даже светофоров нет. Приезжают в Хабаровск, ну покидают нас на ПМЖ. А, это Антон Огтямов. Антоха, привет. За моим любимым Анатолием Михайловичем Леоном предобрал интервью. Вот что было, да. И, как они его руки. Не, молодцы сделали. Короче, это был Перл или Перл, как правильно, Е или Е? Перл. Перл, короче, Перла. Перловка. А, Перловка. А, я думал, что Перл, потому что приезжают. Нет. Ага. Ну, короче, вот. И люди, когда покидают на ПМЖ, там светофоры обычно куда нет. Они же не едут там куда-то в деревню Клюевка. Нет, они едут в Хабаровск, в Анапу, в шляпу там черную. Ну, в Ленинград. В Ленинград. Там они любят такие места. А там светофоры есть. И дети попадают под машины, потому что они знают, как пользуются светофорами. Вот так преподнесли. И поэтому мы здесь решили поставить хотя бы один перекресток, чтобы, ну, чтобы как бы дети тренировались. Потому что когда наши достойные люди выедут на ПМЖ в другие города, чтобы дети у них там не попадали под машины и не пугались того, что там нет светофоров. Ой, что есть там светофоры, не знали, как идти. Понимаете? Не, ну, четко преподнесено. Я прям просто возрадовался. Возрадовался вот этому всему. Ну, а то, что касается за ДНР. Я говорю, я не понимаю. За ДНР. У меня сразу... Я когда услышал первый раз за ДНР, я думал, что-то с Украиной связано. Вот такое вот сразу ассоциация. Видимо, на это и было рассчитано. Потому что я не думаю, что ПНН, вот этот Платошкин, как Коля, да? Что он не проходил там определенных курсов каких-то, практикумов. Я сомневаюсь, очень сомневаюсь. Потому что четко я вижу, как он работает, все замечательно. И поэтому за ДНР, за движение, новый социализм... Как там, Женя, ты говоришь? За древний тогда можно сделать, да? Почему за древний не сделать социализм? Я за все. А вот там до магазина, там такой двор, короче, у Шлепанский такой заезд. Не помогает ничего, ни снег, ни это самое... Ни администрация ничего не помогает. Ни штрафы, в первую очередь. Вот. Так, ну ладно. Все, друзья. Не подписывайтесь на канал. Роман Зайцев, Живу на ТВ. Вечерний Николаевск. Вечером у нас замечательно. Просто замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова